МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родили ленты. Пожарные зашли в насосное отделение. Нашли мешки с хлоркой. Из реакции с водой в небольшом помещении поднялась температура. Подоны с мешками начали тлеть. В воздух попали опасные пары. Было принято решение ими тушить, аж бетушительными, так как водой нельзя было тушить, потому что еще больше будет химическая реакция. Данный дым вызывал аллергию, и они периодически заходили на минут пять. Они работали, после чего выходили, отдыхали, и периодически на минут пять опять заходили. Там больше время ушло, чтобы вынести. Это находилось в мешках все, 20-килограммовых. Около часа они занимались разбором. Вот та самая комната. Запах лорки и спустя два дня. Пришлось заменить насос для сухого фонтана на более мощный. Накануне вечером фонтан запустили. Сейчас фонтан снова работает и продолжает радовать горожан и гостей столицы. Внучки мои, да, там они бегают, играют. Я, конечно, так. А взрослые часто здесь проводят свое время? Ну, взрослые, да, конечно. Много всегда очень людей. Когда красиво, чисто в городе, даже люди по-другому себя ведут. Он как будто вечером разноцветный. А еще он красивый и поющий. Мы приходим, когда там идем с крестными гулять или с бабушкой. То есть можно сказать, что каждый день здесь гуляете возле них? Да, как-то так. Фонтан в столице работает, как и прежде, с 10 утра до 10 вечера. Это с понедельника по четверг. Ну, а в пятницу и в выходные на час дольше, до 23.00. Субтитры создавал DimaTorzok